Потому что в основном бывает больше, по туристическим местам, но думаю, что невысокие сооружения, как раз наоборот, здесь невысокие, но так в городе в основном очень, сейчас только невысокие строят, кстати уже, когда заезжали в Стамбул, может быть заметили там, сегодня когда будете выезжать, будете выезжать вечером тоже. Заметьте, кстати. Значит, вот перед нами сейчас будет как раз бухта Золотой Рог. Как и сказал, этот полуостров между этой бухтой и мраморным морем. Сейчас как-то так проедем и увидите хорошо. Слева стена одной подземной цистерны. Это под землей было сейчас, когда эту дорогу сделали, открыла стена. Этих подаемов подземных византийских сотни под городом. Сотни стены. Четвертого по седьмой век. В основном этот в этом периоде были построены. Четвертого по седьмой век. Одна из этих цистерн даже как музей сегодня работает. Очень такое впечатляющее место, кстати. Это можете представить себе под землей. Вот такое помещение огромное-огромное. Например, которое как музей 9800 кубических метров от вода помешает. Множество колонн держат, значит, эти подземные помещения. Одни колонны из бывших елоческих храмов. Поэтому в коридческом стиле, в елоческом стиле вот есть. Почему из больших елоческих храмов с принятием крестьянства, конечно же, елоческие храмы были разрушены. Но это готовый строительный материал. И вот поэтому позже даже в крестьянских церквях ранних полно этих колонн из больших елоческих храмов. Сегодня, думаю, часто видим полицию везде. Кстати, они и есть в этом году везде. Вот контроль полиции. И вот трафик полиции, гаежников и стандартных полиции. Не удивляйтесь, пусто не будут, конечно. Значит, слева это... А, этот мост новый. Этот мост для метро сделан с левой стороны. Который метро есть по городу, но в старом городе метро нет там трамвай, потому что там исторический слой. Так мне считают этот мост слева. Три моста, получается, через бухту Золотой Рок. Часто всякий глупости рассказывают мои коллеги, покритикую некоторые, кстати. Легенды всякие, что на дне этой бухты есть византийское золото и такие глупости. Какой дурак бросит золото на дно море, конечно, такого нет. Значит, просто веками всегда вот бухта спасала этот город во время осад. Как это так скажешь? У тебя перед бухтой огромные цепи были. Очень много осад было в Константинополе. Одна из очень длинных осад, арабская осада есть одна. Два года. Голодя не остались. Рыба здесь. Рыба спасла их, да. Рыба здесь. Много рыбы было всегда. По течению просто много рыбы заплывают сюда вот. И поэтому, так как в виде рога, для них это был рог изобилия всегда. Рог изобилия или же золотой рог. Название оттуда, кстати. Вот они то, что на дне золота. В это же время, видите, много этих самостроек, которые сделаны от 60-х до 80-х годов справа. Без контроля вообще-то. Сейчас их сносят убирать. Это, заметьте, в многих районах. То, что вот по настрою тогда непонятно. Так что, это я только объясняю коррупции, конечно. В то время. Стамбул бесспорно находится на очень важном месте. Это стратегически очень важная точка. Единственный выход из Черного моря. Поэтому всегда привлекал внимание и востока, и запада. Несколько городов было на территории Стамбула. Калкетон в азиатской части был. Калкетон 3000 лет тому назад был основан за бухтой, за золотой рог слива. Там вообще была Генойская колония. Галата. Сейчас даже, наверное, заметили уже башню Галата. Генойская башня, кстати. Вот слева увидите сейчас за этим зданием башню. Это Генойская башня. Галата называется. А здесь был город Византия. В Византии откуда название? Основатель так звали. Византии. Предполагается, что это были колонисты из города Мегары. Но сколько это правда трудно сказать, правда. По всякой вероятности, более большая вероятность, что были фракинцы тогда же, которые основали город. Лидером этих людей был Византия. Оттуда название города Византия. Позже переименован как Константинополь, в четвертом веке, когда Константин первый перенес столицу сюда, вспомните. Тогда называется город городом Константина. Но в том же четвертом веке, хочу напомнить, Римская империя на две делится. В 395 году и восточная часть Римской империи достается старшему сыну, Аркадию. С 395 года по 453 года. Больше тысяч лет этот город столится восточной Римской империи. То, что мы сегодня называем Византийской империей. В Византийской империи такого богатого не было. Это придуманное название. Это первое название. Стамбул вообще-то. Кстати, я каждую мечеть не буду вам рассказывать по пути. Справа проезжаем пример мечет в Вальде Султанши. Их очень много, этих мечетей. Около 800 в историческом полуострове только. В Османскреле, которые были построены. Это невозможно не запомнить каждую. И в это же время, вот здесь начало бухты слева. Все это городской транспорт, то, что видите. Автобусы, корабли, вот там баромы есть. И Босфорж слева. И Босфорж. Значит, глядьте, здесь Европа. Там, где башня голландская слева, Европа. А за Босфором, с той стороны, там уже Асия. Также вот чуть дальше справа увидите последний уже железнодорожный вокзал Европы. Вот справа, там впереди справа. Для Восточного экспрессовокзала. Это справа. Глядьте, прямо в начале Босфора. Да, вот слева Босфор. Длинный мост, висящий мост по Литову мосту мы потом проедем с вами. Кстати, первый межконтинентальный мост в мире. Первый межконтинентальный мост в мире очень важный. Всегда один из символов города. Всегда по фильмам покажут этот мост. По сериалам нашим. Всегда показывается этот мост. Босфор, конечно же, обязательно. Пришли до Босфора, так скажу. Значит, простите, мы сегодня Агусские тюрки. Именно, значит, сельчуки, османы, это все Агусские тюрки. В 15 веке, да, город стал столицей Османской империи. И до 1923 года таким не остается. В 1923 году Турция уже принимает советскую систему. И перенесли столицу в Анкару. Значит, потом это я вам подробно расскажу. А сейчас, значит, скоро мы выйдем с автобуса. Часик у нас здесь прогулочку сделаем. Вот, там 45 минут один час. Зайдем в мечеть Султан Ахмед, посмотрим эту прекрасную мечеть. Потом, значит, убейте колонны древнеримских ипподрома древнеримского. Вот она мечета слева как раз. И даже дерево на местах убейте. Пример, вот что дальше слева, колонны, руины. Это все от византийской эпохи. Так, сейчас, дорогие гости, давайте сделаем так, пока покажу вам колонны. Потом зайдем в мечетку. А потом и так, и так выходим сюда. Потом сможете фотографировать. Это только из-за Рамадана поставили. Хотят старой традиции, верят, раньше, в османское время, вот здесь после молитвы, кушали, ели, продавали всякие сладости. Потом концерты бывали, театрами, одни столом по-старому хотят. Поэтому понаставили это все. Уберут после Рамадана. Сейчас вот несколько дней осталось. Правда, вторник Байрам получается, но в Турции специально. И с пятницы уже все выезжают, уже едут куда-то. Вот, надеемся, значит, хорошо. День Байрам будет в Турции. Значит, вот это вот сначала хочу объяснить. Там, вы видите, османский печат, кстати, на зеленом фоне, это Авдол Хамиткран. Все султаны имеют такие, печатят, как подпис. Но рядом, кстати, есть этот фон, это Ве-2, латинское время написано, Ве-2. Вильген-2. Кстати, уточню, почему османы пользовали арабское письмо. Есть такое понятие в калифт в Исламском мире. Самый сильный лидер был Исламского мира. И 400 лет османские султаны были калифтами. В 16 веке Селим первый весь Исламский мир завоевал, потому что мы, например, с арабами всегда воевали. Правда, в истории. Не важно, что одна религия, это ничего не означает. Правда. Но всегда воевали под правду. И вот так как центр калифата был здесь, там, где центр калифата, арабское письмо пользовали. Потому что Коран был написан на арабском. Поэтому, понятно ли, она в чужой языке. Это семитский язык, у нас уже алтайский. Но письмо пользовали. Поэтому не удивляйтесь, в топках, в мечетях, вот арабское письмо есть. В 27-м году принимают латинские буквы у нас. Поэтому печати тоже арабские. Но язык всегда был, то есть, понятное дело. В честь этой дружбы. Посвящение Вильгельма II. В 19-м веке пониматели суперсилы мира уже делают планы распределения страны. Вот я такую вещь вам, а потом в автобусе расскажу чуть-чуть, если будет время. Когда Коран потерял Первую мировую войну, в 16-м году много согласно, договор подписывать с Антантой. Сегодня многие события, которые происходят в Ближнем Востоке, связаны с этими договорами. Там насчет нефти много чего связано. Сейчас не наша тема, да? Очень многое связано с распадом Османского государства. Вспомните, даже более старшие из вас вот вспомнят такой старый фильм даже с Лоуренс Аравийский. Помните ли такой фильм Лоуренс Аравийский? Это именно интриги англичан там на арабском полуострове. Ладно, неважно, но с Германией мы дружили тогда вот, кстати. Правда, у них свои интересы были. Понятное дело, но мы на сторону Германии потом были. Поэтому это немножко называется немецкий фонтан. В честь посвящения немецкого кайзера в 1898 год. Да, здесь у нас ипподром вообще-то был. Вот только рассказывал о том, что в 13 веке латины зашли в Константинополь. В ходе ипподрома сегодня в Сан-Марко находится. В Инексии Сан-Марко. Четыре бронзовых лошадей. Наверное, видели, может, по рекламам Италии видели. Прекрасная такая арка. Это был здесь, на входе ипподрома. В 13 веке это были варнольские нашествия, знаете, латинские. Даже было извинение в Ватикале недавно перед православным, исламским миром, за деянием престародцев. Сейчас мы там увидим три колонны, которые сохранились. Но я думаю, каждый из вас хоть один фильм видел о римской эпохе. Сначала этот дом хочу сказать. Вот там он сразу так привлекает внимание. Твой огромный дом. Хюрем Султан скоминал. 16 век, одна из известных, честно, бесспорно. Тем более, сериал там снимали даже в эпохе. Ибрагима играл мой прекрасный друбитом в сериале, кстати. О, Канна. Просто точка в этом бизнесе тоже. Она тоже у нас известная уже стала. Я даже, что-то с режиссером, ритуристов уже ритурирую. Все, найди мне такую-то роль там уже. Ну, дом Ибрагима Паши, того же Ибрагима Паши, который был у султана Сулеймана, да? Хатеже его жена, кстати, сестра Сулеймана. Некоторые знаете, наверное, если здесь, там, но интересовались. Ну, дошел до нашей дни вот тот. Он сегодня музей турецкого и исламского искусства считается. Хороший музей, очень интересный музей. Древние всякие экспонаты исламов. Потрясающие экспонаты в связи с астрономией. Это удивительно, когда Ватикана, знаете, веками запрещал всякие глупости. Там людей, как Галилеев, обвиняли. Испанский мир в этом отношении процветал. Действительно. И много чего связано здесь, это выставляется все. Вот. А колонны, которые видите, ну, египетские, понятно. Если были в Луксоре, там не всегда слышишь русскую речь. Там много ваших сограждан есть из Украины, из России, вот как-то всюду. Оттуда это? Значит, я твой сын, бог солнца, Амун-Ра. Победил Сирию, но земля моя дойдет до Месопотамии, говорится. Это фараон Тутмос-Треки. А Тутмос-Треки, он жил в 15-м веке Духреста. Это уже означает, что обелиск был 3500 лет встать. Очень древний обелиск. Розово-серый гранит, серный монолит это получается. Не думайте, что это трудно притащить сюда. Сегодня часто люди, которые не знают это, думают сразу, говорим, ну, как это можно. Вот, как будто мы, у меня раши, все дураки были, как будто-то, с изменили, говорю. Это длинный страх, я объясняю, инженерство римское. Но, чтобы знали, римские краны могли поднимать до 600 тонн даже. А это 200 тонн, например. Поняли, да, вот, значит, не верьте всяким глупостям, и римляне яйцо пользовались в растворах и курины. Известняковый раствор, там. Известняковый, никаких яиц там нет. Кстати, яйца там нет, там, где не хватает, как минерал, чтобы не пропускал воду. Позже, в Средневековье это делали больше. Вот, значит, по воде, вот, когда Константин стал императором, по традиции, вот, из маленьких этих мест брали всякие такие колонны и прочее и ставили большие города. Это в честь, там, годовщины его правления, там, или то, что стал императором. Два обелиска взяли из Луксора по Нилу, этот в Александрию, а другой в Рим поставил. До сих пор Рим есть. Но из Александрии сюда, просто извиняюсь, притащил, значит, Феодосий первый. Поэтому здесь пишет обелис Феодосия. Внизу здесь такой флекс есть. В 390-м году, по нашему календарю, я говорю, правда, уже сегодня, за 32 дня мы возвихнули колонну в честь императора Феодосия. А это тот Феодосий, который делит Рим на две между своими сыновьями Восточная, Западная Римская империя. 32 дня имеется с моря до этого места. Это вот тоже, кстати, специальными кранами делается, кстати. Внизу римская работа, а там это бронза, 19-й век. Говорят, что пишут 4-й век, нет, это 19-й век. Во время одного землетрясения трещины появляются на колонне, и почти 5 лет колонна в лесах держит. И в это время, просто, вот, тут сломано даже снизу видно, текст, потому что продолжает, и поставили эту бронзу, укрепили обелиску. Одним словом, обелиску 3500 лет. Отсюда расскажу сразу и другие. Если бы она была индуизм, или там, буддизм, ну, другой, там, не монотеизм, монотеизм единобожий означает, те, которые не знают, тогда она обязана была принимать полуэт, или там, христианство. Но христианство-то не язык. Поняли? Поэтому не обязана. Не обязана. Если бы была египетка, южель, то точно не обязана. Нет такого права. Это надо знать. Это ее выбор. Никто не может вмешиваться между Богом и человеком. Чтобы знали. Первый, Коран последняя книга. Есть Коран 7-го, как только, кстати, выставляется. Только, как и есть Коран 7-го века. Только в Козных Моисея находится. Потом Меч Давида находится там, кстати, вот. Есть табличка, вот, когда с пророком. Адам, Ева, знай, значит, бабушка и дедушка. И по Библии, и по Корану, вот. Божье наказание, время мое, вспомните, мой поток, вот. Потом Ибрахим, Абрахам, Абрахам. В Коране Ибрахим, в Библии. Абрахам одно и то же, да? Значит, отец Монатый Юрий, не нравится, у него бойский. В Коране еще такую вещь пишет. Господь Бог Ибрахиму подправил райский камень. Это доказательство рая людям. Вот, здесь рай. Вот. Ибрахим, Абрахим, своими сыновьями, Исаак и Ишмайл, беды Ишмайл в Коране, строят место для камня. Это черный камень, этот черный камень здесь находится. В городе Мекка, Саулецкая Аравия. Каба называется. Вместо паломчица, знаете, если нам каждый год ходят, да? Но, честно признаю, к сожалению, ужасная организация арабов. Не хочу обвинять никто, но действительно, каждый год там люди умирают. Каба, как-то, в прошлом 15-м году там, в упрости какие-то были. Ну, ничего не поделаешь, у них находится. Почти, почти, нападающие. Это есть оно. Все мечети в мире смотрят на Кабу. Все мечети. Все церкви на восток, мечети на Кабу. Значит, отсюда пример Юго-Восток Каба. Получается, Юго-Восток. От рода Исаака, кто у нас в мянке? Якуб, эпоха Израиля. Моисей. Значит, после Авраама, имя которого чаще всего вспоминается в Коране, после Авраама, Муса, Моисей. Значит, Давид, Сулейман, имя третьего пророка, знаете ли кто? Которого чаще всего вспоминается в Коране, после Авраама и Моисея. Иса. Иса сын Мави. Значит, которым мы называем Христос. Значит, у нее сестра, как ее звали? Помните ли? Элизавета. Захария, муж ее. А их сын кто? Йоанн. Он чуть раньше родился, поэтому бриткетчер. Сейчас руки его, то, что кто-то показывает. И он не крестит своего родного брата Иисуса, поэтому его называем еще как Креститель. От роды другого, Исмаила, это от роды Исаака. От роды Исмаила в Мухаммеде. В 570 году родился Мухаммед на территории Растополуострова. И, значит, это получается, прошли 600 лет после Иисуса, 62 года живет. Но он не стал жертвой, как Иисус. Значит, он боюсь даже с племенами. Кстати, то, что хочу сказать, значит, по Корану предпоследний Иисус, последний Мухаммед. Суры в Коране, знаете, есть. Одна из сур называется Мярия Ана, Мат Мария. Ни одна сура в Коране не называется по имени одной женщиной, честь женщины, только Мария. Очень важная лекция, и в Коране, конечно же, Мария. Возможно, Варнава правильно пишет. Евангелие Варнавы, Михаил, возобрещен. Напомню, что в 4-ом веке Константин собирает 1-й Всеверский собор. Это здесь через Мраморное море. Сегодня город называется Никей, измик, древняя цена Никея назывался. Никейский собор против Ариуса это. Ариус тот, который не признавал его как сын Бога, Иисуса. И там официально 4 евангелия признаются, и он как сын Бога. Ариус защищал свои идеи. В тот момент, когда он там болтает, что-то там, один из участников встал, дал ему по морде. Кто это был, знаете ли? Николай, как его называем еще? Чудотворец. Как боксер. Так, так. Верно. Многие евангелия верно. Политические там причины были запрещены веками. Варнава один за постолов. Сегодня я знаю все евангелие Варнавы. Как мы нашли сейчас, это не наша тема здесь, длинная история. Но там он такой визуарий. Иисус сказал, что мы его предадим. И опять пойдем по грешной ступе. Поэтому, как сказал Иисус нам, Господь был еще одну, чтобы нам отправить. Возможно, Иисус сказал о Мухаммеле, о всякой лице, о стакануле. Ну что, зайдем мы через. Еще есть. А с синагомом, так скажу. Вспомните инквизиция в Испании. Европа, как обращался с евреями, вспомните, 15-16 века. Во время этой инквизиции, султан поездит второй. Говорит так. Я не понимаю этих европейцев. Как могут выгонять таких великолепных торговцев. Понимаете ли? И так отправляет туда своего адмирала Тургутрейс. Утром памятник увидел встать Тургутрейса. И забирает евреев в Османскую Турцию. Больше часто евреев. До 19 века Османская Турция самая лучшая страна для еврейского населения. Спокойнее всего. Не беспокоили людей. Спокойнее. Все торговали, жили себе. Значит, почти до 19 века так было. Поэтому, неудивительно, что сегодня некоторые серьезные бизнесмены Турции и евреи тоже, кстати. Например, там, Жюлен Аркас. Один из самых богатых людей Турции. Все-таки увидите дальше, там, у вас тоже там Корабли Аркас. Вот эти самые грузовики, которые по Европе там. Очень серьезная компания, кстати. Дамы и господа, что дальше? Скоро мы проедем Творец Долма-Бахчэ. Значит, Топков поговорил. Верно, Топков был очень важный музей. И был центром Османской династии до 19 века. Но подумайте, что творится в мире. Топков с 15 века. В 15 веке, когда построили Топков-Берну, что в Европе даже дворцов нормальных не было. Замки от них были. Но Ренессанс начинается зато. И потом, со временем, меняется Европа. И появляются новые типы дворцов уже. Версаль, вспомните. 17 век Версаль. Вот. Потом, значит, влияет на весь мир тогда. Этот стиль. Восемнадцатом веке Петр целый город строит в России. Новый типы дворцов. Кремль тоже, типа Топков. Закрытый, как город в городе. Топков просто побольше. Понятное дело, сегодня остался, кстати. С той эпохи побольше остался, я имею в виду. Значит, османские султаны отказывали строить новый дворец. Это показывает важность Топковы для османской семьи. Ни Сулейман, ни Ахмед, ни Мехмед не имели дворцы. Все они жили в Топковы. Поэтому нет такого понятия, примера дворец Сулейман. Топковы есть все. Но в девятнадцатом веке, как говорю, уже не выдержали роду и переехали в Долма-Бахче. Построили Долма-Бахче. Вот чуть дальше мы увидим. Ну, как увидим? Как я сказал, с моря они хорошо смотрятся. Вот впереди там даже видно, но с моря. А так, в случае мы парадные ворота увидим и мечеть также сейчас увидите справа. В это же время там фотографии Ататюрка будут висеть с левой стороны дороги. Почему там их много рядом со дворцом? Там умирает он, Ататюрк, во дворце. Когда уже все с Османской империи, когда принести столицу в Ангару, когда уже нет монархии, нет султанской семьи, светская страна, Долма-Бахче стал резиденцией президента в Стамбуле. И вот первый президент там умирает. В это же время вот мечет Долма-Бахче, слева Слева стадион футбольной команды Бешикташ. Если интересуетесь футболом, это одна из трех сильнейших команд. Чемпионами были в этом году, чемпионами. Сейчас заезжаем в район Бешикташ, там вы видите множество флагов. стадион... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok